Привет моим подписчикам и всем тем, кто случайно забрел на канал. Изначально я думал сделать ответы на вопросы на неделю позже, но судя по тому, как часто появляются некоторые вопросы и люди ждут на них ответов, я записываю это сейчас. Так как нормальной камеры или вебки у меня пока что нет, у вас на фоне пусть помелькает какая-нибудь игра, скорее всего даже не сталкер. Начну я с часто задаваемых и наболевших вопросов, на которые я отвечал в сообществе, но походу половина людей туда не заглядывает. Ну ладно. Биток, когда научный прорыв? Ох, научный прорыв. Его дело всегда было геморрно, и в данный момент времени, чтобы продвигать дальнейший сюжет, повествование и раскрывать героя, моих знаний и возможностей уже не хватает. Но не в плане сценария и тому подобного. Мне нужны мододелы, ну или программисты. Надо ставить сцены, скрипты, уметь работать с логикой NPC, либо делать сцены через SFM и так далее. Сериал по причине развития сюжета, который уже более-менее выстроен в моей голове, малец так поднимает техническую планку, а ронять я ее вот прям не хочу совершенно никак. Я уже было начал делать пятую серию, еще даже до исповеди на клизму, но на половине ролика забраковался он, потому что, ну, шляпа получается. Из-за того, что я ограничен в технических знаниях, я также ограничиваю себя в реализации. Я на четвертой серии уже сделал не так, как изначально планировал, и через костыли кое-как вырулил повествование. Но сейчас на пятой серии уже этого сделать не получается. Надо делать годно, и как уже задумано, либо вообще никак не делать. Я знаю точно, что научный прорыв я не бросаю, я очень хочу дорассказать вам всю историю и вывести мораль из этого всего рассказанного. Поэтому, как только, так сразу, парни. Как говорил мой дед, «Внук, делай всегда хорошо, плохо оно само получится». Вот как-то так. Когда ролики по Сталкрафту? Так, тут надо по порядку. Всем, кто любит поругаться друг на друга, что Сталкрафт дерьмо, или наоборот, что нафиг нам ролики по Сталкеру «Давай Сталкрафт», я рассказываю. Кубинцам отвечу первым. Друзья, у меня канал не по Сталкрафту. Он у меня не в приоритете, и если вы подписались только из-за него, то боюсь, частотой выхода роликов я вас не порадую, ибо у меня есть еще много разного, чем нужно заняться. Теперь отвечаю тем, кто наоборот не хочет смотреть Сталкрафт. Ребята, ролики «Путь новичка» я делаю в таком формате, который зайдет даже домохозяйкам, чтобы можно было покекать. Поэтому не надо плеваться, просто если вы любите мою подачу юмор, то вам зайдет, там все это есть. А еще Сталкрафт – это тот контент, где мне предлагают рекламное сотрудничество. Уже было шесть предложений разного толка. Да, там нет каких-то серьезных сумм, но это какие-никакие деньги, с помощью которых я смогу вкидываться на развитие канала и продолжать дальше заниматься тем, чем занимаюсь. И Сталкрафт мне может в этом помочь. Кто-то резонно скажет, ну а как же реклама на ютюбе биток? Парни, это все ерунда. На их деньги я смогу себе только вино купить. Кто-то скажет про донаты. Да, донаты есть. За полгода мне накидали 550 рублей. Из них, кстати, 250 рублей мне на днях скинул подписчик. Тимур, спасибо тебе большое, бро. Я не осуждаю и не призываю вас осыпать меня деньгами. Нет, это все исключительно на добровольной основе. Я благодарен уже за то, что вы со мной и проявляете активность. Просто лишь хочу донести мысль, что мне, как и любому человеку, хочется кушать. А Сталкрафт мне как раз-таки предоставляет такую возможность, которой я не пользуюсь уже два месяца. Поэтому все мои подписчики, неважно по Сталкрафту или Сталкеру, или научному прорыву, будьте снисходительны друг к другу. И ко мне тоже желательно. Заранее благодарю за понимание. Будешь ли ты делать обзоры на моды Сталкер? Да, я планирую делать. Уже ищу какой-нибудь неоднозначный мод, чтобы было интересно и весело. Можете посоветовать комменты, кстати. Остановишься на Сталкере теме постапокалипсиса или еще куда-то завернешь? Однозначно буду заворачивать. Сталкер не одна моя любимая игра, да и вообще столько всего можно рассказать. Интересного очень и очень много. Я уже ищу формат и игру для будущего контента. Зачем нам ролики по фразам NPC в разных локализациях? Ты ведь можешь делать контент круче. Опять же по порядку. Самое главное, если кому-то не нравятся ролики по локализациям, это не значит, что они не нравятся всем. На канале реально много людей, которым нравится подобный формат. И, наверное, раз я делаю подобное, значит мне тоже это интересно. Второе, эти ролики действительно уступают по сложности и объему информации, даже тому же прохождению Сталкрафта. Но я не робот, и делать постоянно трудоемкие видосы один за одним я не могу, иначе я могу перегореть. А еще есть такой неприятный момент, как ранжированность в Ютубе. Это если я буду делать ролики реже, чем один раз в неделю, то Ютуб банально будет реже показывать мой контент, что само собой не даст мне быть увиденным и не поможет развитию канала. Поэтому я нет-нет, но выпускаю что-то попроще. Но тем не менее, что-то новенькое и незаезженное. Так что поймите. Будешь ли проводить стримы? Да, конечно, я хочу проводить стримы. Мне хочется общаться со своей аудиторией, ну мне это реально нравится. Вы сами знаете же, что я все комменты читаю под роликами, многим отвечаю, ставлю лайки. Во всяком случае, пока что силы времени на этом не хватает. Просто пока нет возможности стримить, и докупить надо парохлазного, и перевести часть. В общем, думаю, будет, но чуть позже. Почему именно беточек покажешь свое лицо? Я и не скрываю своего лица. В моей группе ВК есть я, а на аватарке мои щи. Пожалуйста, смотрите, ради бога. Почему беточек? А, ну тут все элементарно. Я хотел себе ник простой такой, добрый и понятный. И первое, что мне в голову пришло, так это момент, когда я работал на заводе. Да-да, работяге, и такое было. Так вот, в столовке на раздаче из года год женщина-повар всегда говорила одну и ту же фразу. Шницель, зразы, куриные беточки. И вот самое лучшее воспоминание о заводе, это обед в столовой. Да еще когда пюрешечка с парочкой беточков и сметанкой. Ну вот я и подумал, что беточек мне подходит. Так что, друзья, я не музыкальный беточек, как вы могли подумать, а куриный. Такие дела. Ну, вроде как, на самые часто задаваемые вопросы я дал ответ. Если вдруг есть еще что-то спросить, то оставляйте свой вопрос под роликом. Как наберем определенное количество, тогда можно будет выбрать самые залайканные и уже запилить вторую часть. Конечно, если такой формат вам зайдет. Ну, а пока хочу сказать спасибо за вашу поддержку и активность. Мне очень приятно, что благодаря этому канал за два месяца вырос уже в 20 раз. Это реально круто. Вы просто лучшие. Ну, а пока будем прощаться. На связи был беточек. Увидимся в новых роликах.